Пожарный проезд для домов, безопасность строительства, невозможность размещения детской площадки. Эти вопросы для главы региона подготовили жители микрорайона Ярмарка, которых волнует дальнейшая судьба участка на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная, где весной этого года началась стройка отеля. Часть претензий уже снята. Проезд транспорта к домам обеспечен. Решения, связанные с перекрытием проезда, например, они все уже отменены, их не будет. В любом случае, проект, мой проезд будет. Более того, он будет приведенный в порядок. Все земельные отношения, связанные с тем, что сейчас часть территории земельного участка, она необходима для использования муниципалитетом, для содержания проезда и так далее. Все эти земельные отношения, они тоже должны быть приведены в соответствии с соглашением, что вы передаете эти объекты муниципалитету и городу. Застройщик согласился в случае строительства гостиницы отремонтировать дорогу за свои деньги и передать ее на баланс муниципалитета. Новый проект гостиницы застройщик в правительстве области пока не предоставил. Но Клеб Никитин заверил жителей, что проект будет тщательно изучен. Внешний облик здания повторно рассмотрят на архитектурном совете. Изначально параметры проекта, на мой взгляд, действительно не учитывали интересы жителей. И мы соответствующие коррективы поручили внести, и, как мне было доложено, такие коррективы внесены были. Это к тому, что, безусловно, любой проект инвестиционного развития, инвестиционный проект на территории области, он должен обязательно учитывать законные, подчеркиваю, законные интересы жителей. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подчеркнул, что также целиком разделяет опасения жителей. Но одна из проблем по освобождению дороги уже решена. Вместе с тем, красивый объект с необычным архитектурным решением и благоустроенной окрестной территорией мог бы стать стимулом для развития всего микрорайона. Хотим мы с вами или нет, но есть правда. То есть появление хороших качественных объектов, оно меняет и окружающую среду. Это просто многостроительная такая история. Она так работает. Поэтому вот если рассматривать объективно минус, вот он очевиден, и я вам в глазах говорил, я полностью вас в этом пойдет, что риск существует. Плюсы, они также есть. То есть мы, как город, должны предоставлять инфраструктуру. Но если создавать этот объект, он должен быть действительно красивым и он должен быть ярким. По итогам встречи Греб Никитина стоял на том, чтобы проект проходил государственную, а не частную экспертизу. Это гарантирует все меры по сохранности расположенных рядом домов. После экспертизы застройщик должен будет обсудить проект с жителями. Что порадовало, Глеб Сергеевич очень внимательно все выслушал. Действительно, он зацепился за главные наши возражения. Он будет переработан сам проект. Он будет вынесен на обсуждение с жителями домов близлежащих. То есть будет какая-то встреча коллективных застройщиков. И, наконец, Глеб Никитин предложил городским властям продумать возможность организации в этом микрорайоне нового общественного пространства. Современного, благоустроенного и в хорошем смысле необычного. Александр Шеломцев, Александр Фомин, Василий Терехин. Время новостей.